Казань Нового президента клуба назначил глава республики Рустам Миниханов. Им стал генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов. На территории технополиса Химград появилась заправка для электромобилей. Она позволяет заправить аккумуляторы всего за 15 минут. В ДРКБ появится реабилитационный центр семейного типа. Начало строительства объекта запланировано на лето этого года. В Казани прозвенел последний звонок. В этом году 11-й классы в столице Татарстана оканчивают 5,5 тысяч выпускников. Ректор КФО огласил затраты на восстановление Казанского военного госпиталя. По предварительной оценке на это потребуется порядка 400 миллионов рублей. В настоящий момент решаются юридические вопросы по передаче госпиталя Казанскому федеральному. Первые казаки появились в набережных Челнах. Чинверстание, так казаки называют процедуру принятия в свои ряды, прошел в Цвято-Вознесенском архиерейском подворье. Возле Казанского университета полицейские задержали парня с боевой гранатой. Откуда у молодого человека взрывчатый боеприпас и куда он его нес, сейчас выясняют полицейские. Выпускники КФО помогут университету в развитии медицины будущего. Когда-то они получили образование в Казанском университете и, добившись признания за рубежом, сейчас делают родной вуз узнаваемым в научном мире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok